Добрый вечер! 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 Ваше время, к сожалению, вышло. И следующий раунд развития Гагаузии. В этом раунде каждый из вас имеет по 4 минуты для того, чтобы ответить на мои вопросы. И в результате жребия, господин Гумишлю, вы первым будете отвечать на мои вопросы. Вот касаясь вашей программы, из того, что вы сказали, на ваш взгляд, каковы полномочия депутата Народного собрания Гагаузии? Полномочия депутата Народного собрания. Во-первых, депутат Народного собрания представляет свой округ, свой населенный пункт в законодательном органе Гагаузии. Их не полномочия? Полномочия, значит, законотворчество, принимать законы, которые связаны с экономикой, развитие инфраструктуры, спорт, культура. Короче, все вопросы, которые принимает парламент Молдовы, Народные собрания Гагаузии, депутат Народного собрания имеет те же самые полномочия. Господин Гумишлю, как будучи, допустим, если, допустим, что избиратель окажет вам доверие, 9 сентября вы получите мандат депутата Народного собрания Гагаузии. Каким образом, не имея рычагов к распределению финансов, кроме как голосований за бюджет автономии, вы решите, допустим, проблему водоснабжения и освещения вашего села? Каким образом вы будете оказывать помощь социально незащищенным и малоимущим категориям граждан с вашего округа? То есть на сегодняшний день депутаты Народного собрания Гагаузии не имеют своего бюджета для того, чтобы, допустим, в своем округе проводить какие-то программные цели, о которых даже вы говорили? Да, я понял, хорошо просто. Будучи депутатом, если меня, конечно, изберут, Народного собрания, значит, я буду, я знаю, что есть всевозможные гранты, проекты, которые поступают постоянно в Молдову, Гагаузию, надо в них участвовать, надо, от нас что? Главное, чтобы у нас был проект, после проекта, чтобы соответствовал всем требованиям евростандарта, и на основании этих проектов можно участвовать на всевозможных грантах и выбивать деньги. Я думаю, только грантовые деньги и всевозможные организации есть, которые благотворительные, которые помогают, и просто надо обращаться к ним и знать, кому как. Тогда чем должен заниматься местный совет и примар Кретлунги? Нет, это, конечно, все надо делать совместно с примарией. Я думаю, что депутат Народного собрания, он должен контролировать работу местного совета, и примара в том числе, должен контролировать. Совместно. Да, одним из тезисов вашей программы было, вы говорили о том, что будете поддерживать местных производителей. Ну, допустим, что после 9 сентября вы стали депутатом Народного собрания. Какую законодательную инициативу вы внесете в законодательный орган автономии, который будет в дальнейшем, если ее примут депутаты, поддерживать и помогать развитию местного производителя? Что конкретно нужно прописать в законе и какой закон нужен сегодня для того, чтобы поддерживать производителя местного? Ну, у нас, вы сами знаете, у нас село, вообще республика Молдова, Гагаузия, у нас аграрная республика. И у нас, прежде всего, проблемы, в основном бюджет у нас состоит из сельского хозяйства. Сегодня на улице, вы сами знаете, что трудный год, засуха и так далее. Прежде всего, надо будет узаконить, выйти с инициативой законодательный орган, чтобы все-таки помочь этим фермерам, лидерам, которые занимаются землей. Сегодня им, конечно, честь и слава, сегодня им очень тяжело. Еще и вели тут законы. Я понимаю, что вы говорите. Конкретно чем можно помочь сегодня производителям? Что должно быть прописано? Субсидии обязательно, надо увеличить субсидии. Субсидии должны пойти из государственного бюджета или из бюджета Гагаузии? С государственного бюджета, это на уровне государственного дела. Выйти с инициативой парламент Гагаузии, народное собрание Гагаузии должно выйти с инициативой в парламент Молдовы. Это решается на уровне правительства, я думаю, так. Там большие деньги. Одним из тезиса вашей программы было укрепление статуса Гагаузии. Что вы подразумеваете под этим тезисом? Сегодня в чем нужно укреплять статус Гагаузии, на ваш взгляд? Я думаю, что сегодня, чтобы не забывали в Кишиневе, в парламенте, что есть мы Гагаузы. Мне кажется, надо хотя бы раз в полгода, чтобы были какие-то совместные заседания с парламентом Молдовы. Чтобы нас приглашали туда, чтобы мы присутствовали и тоже отстаивали свои интересы Гагаузии. Вы считаете, что статус Народного собрания Гагаузии согласно закону об особо правовом статусе автономии и парламента Республики Молдова, полномочия и статус которого определен конституцией страны, сегодня равнозначны и могут проводиться совместные заседания? Нет, я не говорю так. Я говорю, иногда мы будем просить, чтобы нас приглашали, когда у нас наберутся вопросы какие-то. Если я вас правильно понял, вы сказали о совместных заседаниях парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии. Это мы будем просить об этом. То есть это возможно сегодня в соответствии с законом? Нет, я не говорю, но мы будем выходить с законодательной инициативой, чтобы они нас как бы выслушали. Вы слушали нас. Да, я понял. Вот еще одним тезисом вашей программы были консультации с жителями автономии. Вы имели в виду, что нужно проводить местные референдумы или просто депутат будет советоваться с населением? Лично у меня, я думаю так, если я пройду в Народном собрании, у меня народ изберет. Я, значит, во-первых, я каждый день нахожусь в селе, я общаюсь с людьми, я общительный сам по себе. Я думаю, что буду проводить раз в месяц встречи с избирателями, и они будут мне говорить о своих проблемах. Я буду уже распределять их. Но функции и деятельность депутата оговорена в законе о регламенте и статусе депутата. Там оговаривается, когда депутат должен вести прием граждан, когда посещает заседание Народного собрания. Вы отметили, что будете у вас 11 секунд, у меня будет короткий вопрос. Вы сказали о том, что будете увеличивать финансирование на социальные нужды, на оплату пособий и поддержку малоимущих семей. Откуда вы планируете изыскивать эти средства, будучи депутатом Народного собрания? У вас 11 секунд на ответ. Из бюджета ГАГУЗИ, наверное. То есть сегодня эти деньги есть, если их не выплачивают, или они куда-то перерасходуются в другое место? Наверное, надо правильно распределять их. Смотреть там, откуда-то снять и туда отдать. То есть вы считаете, что таких ресурсов в ГАГУЗИ достаточно? Не достаточно, я не сказал достаточно. Да, все. Спасибо вам за ваши ответы. Господин Бургуджи, вы получили в результате шрепия право вторым ответить на мои вопросы. Господин Бургуджи, независимый кандидат депутата Народного собрания у округа номер 25, село Керет-Луга. Ну, в вашей программе основной красной линией было это укрепление тоже статуса автономии и, в частности, приведение в действие постановления правительства, которое вводило в действие закон об отцово-правом статусе ГАГУЗИ. Вам как, ну, одному из людей, которые стояли у истоков автономии. Что сегодня угрожает, на ваш взгляд, статуса автономии? Потому что практически у всех кандидатов депутата Народного собрания есть пункт о том, что нужно укреплять статус автономии. И вот уже практически прошла неделя, я пытаюсь добиться для себя и для избирателей ответа, в чем сегодня угроза для статуса автономии, пока ответа как такового услышано не было. На мой взгляд, угроза существует прямая. Просто, посмотрите, мы пытаемся уже который год добиться, чтобы был принят закон о том, чтобы у нас полномочия между центром и автономией были четко распределены, где компетенция только центральных властей, где компетенция общая. Иван Георгиевич, а если мне память не изменяет, предыдущие созовы Народного собрания начинали такие переговоры. На ваш взгляд, что... Я был, когда при Кройтере, я был одним из участников руководителя этой комиссии. Что тогда помешало разграничить эти полномочия? Тогда помешало просто нежелание центра, потому что тогда получалось, что Гагузия имела напрямую выход заключать даже международные экономические договоры. На ваш взгляд, сегодня полномочия, которые представлены законом о высокоправовом статусе автономии 1994 года, достаточно или они недостаточны для развития? Они достаточны, но они не вводятся в действие, не реализуются. Они просто декларативны. Сегодня вина только лишь центральных властей? Да нет, боже упаси, я никогда не обвиняю только центральной власти. Допустим, я обвиняю местные власти даже в том, вот у нас набившем оскомину уже законе об образовании. Мы имеем право создавать... Мы должны, исполнительная власть должна выработать программу, Народное собрание утвердить и реализовывать эту программу даже по образованию. Не обязательно слепо следовать по пресловутой оптимизации, то есть дебилизации будущего нашего молодого поколения. Иван Григорьевич, что мешает... Как вы оцениваете работу 4-го созыва Народного собрания? Нармально. Я когда слышу, что все говорят, что 4-й созыв плохой, 4-й созыв плохой, он такой же, как наше общество. Не надо говорить, что 4-й созыв плохой. Он такой же нормальный или ненормальный, как все наше общество. Мы имеем то, чего мы сами стоим. Мы избрали их. Значит, такое было общество. 4-й созыв принял некоторые законы. Он даже в первом чтении, единственное, не принято, зарегистрировано в канцелярии 4-го созыва, даже закон о трибунале уложения и эгглузии. Зарегистрирован. Зарегистрирован, не принят кодекс о выборах. Зарегистрирован регламент новый. Не беда... Что мешало депутатам 4-го созыва принять эти законы? Мешало то, что и исполнительная власть, и законодательная власть вышли за рамки правового поля. Нужно вернуться в рамки правового поля и работать в рамках правового поля. Только тогда мы сможем четко и от центра требовать, и от нас. И мы будем перед центром иметь моральное право, и перед международными организациями говорить, что у нас есть нормальные... Господин Бургуджи, вот если вы получите мандат депутата Народного собрания Гагузии, какая законодательная инициатива сегодня в первую очередь должна быть принята пятым созывом Народного собрания? Какой закон сегодня первоочередной в Гагузии? Первый очередной закон, должен быть принят регламент, это само собой, на котором, согласно которому будут работать. Потому что нынешний регламент Народного собрания Гагузии, который принят, был практически первым созывом, еще мелкие изменения там были введены, дает право исполнительной власти Гагузии оспаривать решение законодательной власти. Хотя исполнительная власть на то и исполнительное, что Народное собрание его нанимает на срок своих полномочий. Это четко определено в законе. Ваше мнение по поводу закона, который принимало Народное собрание Гагузии, но не подписал Башкан Гагузии о преподавании православной этики и культуры в школах. Сегодня этот закон соответствует свободе религии? Может ли такой предмет быть внедрен в школу Гагузии? Может быть, потому что Башкан хоть и не подписал, Башкан пропустил 40, и согласно закону нашему этот закон введен в действие. Мой вопрос заключается в том, не будет ли это ущемлять права других конфессий. Нет, не будет ущемлять. Почему? Потому что это будет добровольное. Хотите, изучайте, хотите нет. Читайте внимательно закон. У меня вопрос был к вам, я не должен читать его сейчас. Нет, я читал, я просто сам читал этот закон и помогал. У меня еще один вопрос к вам. Какая первоочередная законодательная инициатива в области социальной политики сегодня нужна Гагузии? Первоочередная законодательная инициатива в области социальной политики нужна. То, что мы должны в первую очередь выйти с инициативой о том, чтобы заработала 18 статья закона об особом правовом статусе. Если эта статья заработает, то и в области социальной мы будем иметь нормальный отношение. Наш бюджет, мы не будем ходить с протянутой рукой, дайте нам субвенции или что в виде, дайте, все будет наше. Потому что согласно закону, народное собрание исполком и правительство распределяют, и потом у них парламент утверждает, у нас народное собрание утверждает. Еще один вопрос, у вас 13 секунд будет на ответ. Пожалуйста. Нужны ли сегодня депутатам народного собрания Гагузии, нужна ли депутатская неприкосновенность? Я думаю, не нужна ни депутатам, ни башкану депутатская неприкосновенность. Хотя есть, конечно, маленькая, что кто-то будет пытаться что-то этим манипулировать, но я согласен работать без какого-либо иммунитета, потому что многие идут сюда, чтобы подпить свой бизнес иммунитет. И следующий раунд вопрос-ответ. В этом раунде каждый из вас имеет по 2 минуты 30 секунд, и вы сможете задать вопросы друг другу. Первый в результате жребия имеет право задать вопрос господин Гемешлю, кандидат депутата Народного собрания от ЛДП, округ номер 25 Кирит Лунга. Господин Иван Георгиевич, у меня такой маленький вопрос из вашей программы. Я читал, что вы решите вопрос, откроете маршрут Кирит Лунга-Камрад три раза в день. Вот я не понимаю, вот вы ответьте, зачем нужен этот маршрут, и откуда возьмутся пассажиры вот на этот автобус три раза в день? Кирит Лунга-Чадер Лунга. Не Чадер Лунга, Кирит Лунга-Камрад. Со столицей все, во-первых, давайте... И на какие средства, и кто будет оплачивать вот эти вот все расходы? Давайте... Хорошо, я быстро отвечу. Давайте... И что, в мое время идет или его? Когда отвечаете, ваше? Я отвечу, что... Со столицей Гагузии должны быть связаны все населенные пункты, независимо, где они расположены, в каком районе они расположены. Это раз. Второе. Практически договоренность об открытии этого маршрута уже имеется, потому что маршруты до села Авдорма не три рейса в день ведется, а намного больше. Через каждые 23 сентября до Авдормы. И три рейса... В принципе, есть договоренность, что три рейса утром, обед и вечером, продляние 60 километров, 9 километров, и вот так они будут ездить. И кого они будут возить только вот это? Они будут возить пассажиров наших с вами избирателей. Ваш вопрос оппоненты, господин Боргуджа. У меня вопрос короткий. У вас в программе есть укрепление статуса для Гагузии. В чем вы видите укрепление конкретное? Я напомню, что время ваше ограничено, поэтому очень рационально его используют. Я напоминаю. Господин Геммышев, ваш ответ. Я уже отвечал на этот вопрос. Каким образом вы видите укрепление? Вот стоит в вашей программе. Сейчас уходит ваше время, господин Боргуджа. Вы имеете право отказываться от вопроса? Я отвечал, Гагаузия должна выходить, я же говорю, с инициативой парламента Молдовы, чтобы мы чаще встречались на уровне государства с парламентом Молдовы и чтобы нас признавали как Гагаузию, как более это самое. И в этом заключается укрепление статуса? И в этом тоже. Ваш вопрос, господин Боргуджа. Нет вопроса. Тогда один вопрос маленький. Какой именно здесь в программе ваше стоит принятие закону направленных на повышение уровня жизни жителей Гагаузии? Конкретно один из законов. Ну, во-первых, увеличить пособие малоимущим, как и это было. Во-первых, было, потом отменили их пособие, изыскать из бюджета, наверное, тоже средства малоимущим, субсидии сельхозпроизводителям. Это все заключается вот в этом. Если будет работа у людей, если будет работа, будет и это самое. Господин Агимыш, я вам еще раз предоставляю право задать вопрос. У вас есть одна минута в этом раунде. Господин Боргуджи. Еще тоже там в программе я по памяти говорю. Я смотрю, господин Боргуджи читает по памяти. Я читал, у нее там есть такая прокладка асфальтом, асфальтированное покрытие тоже трассы Киритлунга-Камрад. Оно заложено в бюджете, я сразу отвечаю, оно заложено в бюджете, когда начали по дебилизации, было принято по оптимизации программы. Я это понимаю, но какое ваше участие там? Оно было зал... Ну, дайте мне ответить. Задали вопрос. Оно, в принципе, должно добиться, следует его, потому что, согласно закону, все дети, которые возятся автобусом по тем маршрутам, должно быть четко проложено асфальтированное покрытие. И поэтому надо добиться этого. А я берусь как депутат, добиться этого, если будучи депутатом. Вот в чем заключается. Это заложенная программа, да, я знаю, Республика Молдова. А в чем тут депутат народного собрания? Давайте не будем спорить. Заложенная программа, можете через 20 лет сделать. А задача заставить, чтобы она была в течение года-двух. А, заставить, вы заставите, ага. Путем требовать, конечно, надо открывать двери, требовать. А, господин Бургуджи, ваш вопрос к господину Гюмишлю. У вас 30 секунд, и у вас примерно столько же времени. Ну, я не буду задавать вопрос еще. Ну, тогда мне придется с вами беседовать для того, чтобы вы закончили свое время в этом раунде. Хорошо, беседуйте. Ну, я думал, что для вас интереснее дискуссия между собой, как оппонентами. На что я буду дискутировать? Ну, в принципе, я знаю оппонент, что в своей программе... Все, давайте тогда, господин Бургуджи, тогда мы закончим это время моими вопросами. Хорошо. На ваш взгляд сегодня, но у вас 30 секунд на ответ, что вы не будете делать, если станете депутатом Народного собрания? Что не будете делать? Я не буду делать, не буду идти на поводу ни у кого. Я буду отстаивать четко законы и законные интересы. Все должно быть в рамках правового поля. В рамках правового поля вы подразумеваете соблюдение закона об особо правовом статусе? Соблюдение закона об особо правовом статусе, соблюдение вложения Гагаузии. И не только мной, депутатам или рядовым жителям, а всеми ветвями власти Гагаузии. Не должно быть, кажется, неприкасаемых на территории Гагаузии, то без башкан, депутат или кто там спикер. Все, ваше время вышло, спасибо. Все должно быть в заключении сезаконным. Господин Барган, у вас 30 секунд. И вот мой вопрос к вам. Сегодня законодательство Гагаузии не предусматривает четкого механизма отзыва депутатов Народного собрания Гагаузии. Да, господин Гюмишли, извините. Внесете ли вы такую инициативу в Народное собрание? Нет механизма отзыва депутатов Народного собрания Гагаузии. То есть, конкретно в каких случаях должен быть отозван депутат Народного собрания Гагаузии? В случаях, ясно. Есть ли вопросы, да, понятие. В случае, если депутат Народного собрания не соответствует и не выполняет свои обязанности, он должен все-таки соответствовать. Значит, у него должен быть какой-то опыт работы, стаж работы в какой-то сфере. Не обязательно, чтобы он там был юристом. В Народном собрании должны быть хорошие врачи, хорошие бизнесмены, учителя и так далее. Там вопросы возникают разные. Достаточно там и пару умных юристов. Все у нас, да? Все, спасибо. Следующий раунд у нас предвыборная лотерея. В этом раунде каждый из кандидатов получит по одной минуте. Вы вытянули конверты в начале программы, они запечатаны, в конверте находится вопрос. После вскрытия конверта каждый из вас имеет одну минуту на то, чтобы зачитать вопрос и ответить на него. Первый в результате жребия, который был проведен в начале программы, получил кандидат в депутаты Народного собрания от округа номер 25 от Либеральной демократической партии Гимишлюй Даниил. Пожалуйста. Можно, да? В Гагаузии большинство законов не совершены. Об этом говорят как представители общественности, так и чиновники. За рассмотрение какого закона взялись бы вы лично, став депутатом? Да, интересный вопрос. Став депутатом Народного собрания, я бы вышел с инициативой, законопроектом, чтобы ужесточить ответственность за браконьерство. Что в это, я имею в виду у нас в Молдове, что сюда входит? Это отстрел фауны, спил деревьев, потрав, сельхозугодий, лесных насаждений. Вот я вышел бы с инициативой, чтобы возрастить вплоть до уголовной ответственности. У нас не осталось ни фауны. И вторым ответить на вопрос получил господин Бургуджи, независимый кандидат депутата Народного собрания Гагузии, округ номер 25, село Кирятлунга. Что вы обещаете изменить в случае победы на выборах? Я обещаю изменить в случае победы на выборах нынешнюю ситуацию, или порой патовую, которая складывается между исполнительными и законодательными властями Гагузии. В чем патовая ситуация? Патовая ситуация стоит в том, что суды Республики Молдова, общие юрисдикции, иногда отменяют нормы законов Народного собрания принятые, или же нормы нормативные акты исполнительной власти. Как вы собираетесь изменить эту ситуацию? В законе, в канцелярии Народного собрания зарегистрирован уже проект закона о трибунале уложения Гагузии, над которым работала целая группа, я руководил этой группой, в принципе, и поэтому я обещаю это исправить дальше. Я, в первую очередь, чтобы сделали, я обещаю, что это так и будет, что не будет больше такого, все вернется в правовое поле, чтобы исполнительная власть спорила с законодательной властью. Есть рамки очерченные. Ваше время вышло, спасибо. Следующий, последний раунд нашей программы – это обращение к избирателю. Каждый из вас имеет по одной минуте для того, чтобы обратиться к избирателям своего округа. Это округ номер 25, села Керет-Лунга. В результате жребия господин Гюмешлю, кандидат депутата Народного собрания Гагузии, Либеральной демократической партии Молдовы, обратится к первым. Я вам предоставляю право обратиться на одном из трех официальных языков в автономии. Дорогие односельчане, принимаю решение идти на выборы в Народное собрание Гагаузии от партии, Либерал-демократической партии. Могу гарантировать только то, что в моих силах сделать для нашего небольшого села. Все мои цели исключительно рациональны. Мне ясны пути и методы их реализации. У меня есть воля, умения для их достижения. Мне нужно только одно – ваше доверие и ваша поддержка. Работая вместе, мы добьемся улучшения благополучия в каждом доме и на каждой улице. Моя гражданская позиция основана на простых жизненных ценностях – доброте, справедливости и законе. Главная цель – это защита интересов и повышение уровня жизни односельчан. Убедительно прошу вас выйти 9 сентября на выборы и проголосовать за мою кандидатуру. Получив мандат депутата Народного собрания Гагаузи, могу вас заверить, что я вас не подведу. Спасибо. И вторым представить свою программу, обратиться с обращением к своим избирателям получил Бургуджи Иван, независимый кандидат депутата Народного собрания от округа номер 25. У вас одна минута и право обратиться на одном из трех языков, действующих на территории Гагаузи. Баллык и ретиллер. Ганнашерым, баушам, сезе. Бізе 9 сентябрян олджек сейчин. Чоку сезе алдатты. Бо 18-й лгун инчиндэ. Бен гидеем депутат. Дел алдатмай, сэммерым алдатмай. Бен жаным ажер. Чан бақы, аллажам чекен ашыне. Ния денді бізем күй. Бұл көзін, сәйчин, 9 сентябрян 2 сечиме, ярдым едің бауым депутатта, бен сізі бір сада несе падуат етмі жәм. Бізем күй, қалсын. Нері шыны дүшті да гирмесін таба тахшына. Зері табир кейл білау ласы, бізем күйден біше калмайыз. Бен, епе жәм хепсіне. Нашыы аздың сізі жәттен. Все, ваше время вышло. Спасибо. Напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты. Сегодня в программе участвовали кандидаты от либеральной демократической партии Молдовы в депутаты Народного собрания Гагузии Гюмишлю Данил и Бургуджи Иван, независимый кандидат депутата Народного собрания Гагузии от округа номер 25 села Керетлун. Два кандидата, подавшие заявление, в дебатах не приняли участие. Это Друми Тамара, кандидат депутата Народного собрания Гагузии от партии социалистов Республики Молдова и Радова Ольга, кандидат в депутаты Народного собрания Гагузии от партии коммунистов Республики Молдова. Я с вами прощаюсь, желаю приятных выходных. Оставайтесь с нами на канале ГАРТ. Редактор субтитров А.Семкин